В хоккей попала случайно, потому что моей подружке было скучно ходить одной на тренировки, она взяла меня с собой. В итоге, как и получилось, она уже закончила давным-давно, а я все осталась в хоккее. Мне просто понравились коньки, вот это состояние, когда ты катаешься на льду. Мне это все так понравилось, я думаю, почему бы не попробовать. И у нас там была такая хорошая команда дружная, и все это так затянулось надолго. И потом в Ангарске закрыли секцию, а в Иркутске мне предложили играть уже как на профессиональном уровне. Поэтому я моталась 40 километров туда-сюда на тренировке. В 17 лет я закончила хоккей с мячом, и в 18 лет я попала уже в хоккей с шайбой. Я не планировала, это было все случайно. Я планировала вообще закончить со спортом и как бы углубиться в учебу, но судьба распределилась маленько по-другому. Очень сложно было с колюшкой совладать, я прям не могла. Она очень длинная, шайба очень тяжелая, куда-то летит. Она прилетает очень больно, я не могла бросить. Щелкать я вообще так до сих пор особо-то не научилась. Ну это и не надо сейчас. Вот. А с коньками не было проблем, потому что у меня все-таки, я прошла, ну, школу, дюшку по катанию, и как бы все заметили это на льду по скорости и по выносливости на льду. Как этот еще «Электроник» меня там прозвали? В том сезоне я была «Электроника», в этом сезоне я «Павел Буре Нижегородский». Ну, нормально. У нас возможность для контратаки в меньшинстве. Малиновский великолепная скорость и гол! Вот это скоростище! Какой-то Нижегородский Павел Буре. Смотрите, как легко она ушла. Если взять как первый свой «Жахелл-клуб» от Абируса, то в Абирусе мне очень сильно запомнился один сезон, правда я не помню этот год, где мы с Оксаной Третьяковой, как, наверное, все знают, очень опытная хоккеистка, она уже закончила. Мы были лидерами команды и тащили команду, и тренер нас главных валил. Это был очень классный сезон для меня. Следующий момент для меня уже был в «Динамо», в Санкт-Петербург. Там у меня случился самый результативный сезон, за что я тоже и благодарна и тренеру, и как бы девочкам, с которым я играла. Но команду там закрыли, и самое яркое событие осталось в «Торпедо». Это у меня в полуфинале первая игра с «Бересой», где я набрала много очков, помогла команде выиграть. Я думаю, что этот матч останется у меня надолго. «Малиновская забивает в меньшинстве! Вот это скоростище!» Физически, да, я могу еще минимум два сезона отыграть, это я прекрасно знаю, но у меня поменялись цели, у меня поменялись планы, потому что играть в хоккей и строить какие-то серьезные планы, ну, для меня несовместимо. Я не говорю хоккею «прощай», я просто говорю «прощай как игрок хоккея», поэтому дальше будет больше. У меня в мае экзамены, и высшая школа тренеров, я думаю, что я закончу, сдам хорошо экзамены, и дальше уже тренерская карьера. Но мне это интересно. Учить детей, учить людей, учить девочек, мальчиков, мне не принципиально, просто передавать свой опыт молодому поколению, либо более опытному поколению, неважно. Просто я себя вижу уже как тренером, я себя как игрок уже не вижу. Раньше было бешеное желание выйти на лед, там, забить голы, какие-то передачи, просто вот эта атмосфера этого стадиона, либо еще как-то. А сейчас просто это уже ушло, мне это уже не интересно. Когда я решила о том, что заканчиваю спортивную карьеру, объявила это тренером игрока. Мне не поверили, откровенно мне не поверили, и сказали, что 30 апреля я подпишу контракт, и что я всех обманываю. На самом деле, ну, просто может сложилось то, что я такой веселый человек, всегда шучу, может быть из-за этого. Но когда вот, как бы сказать, подходит к концу сезон, и все уже поняли, что я не шучу, и тренера, были моменты, что они отговаривали, а девчонки все до сих пор прикалываются, что, Лень, давай еще на сезончик, давай на пассажок ты, или как там. Ну, это все, как бы, с одной стороны, мило, ну, как бы, все равно, то, что не хотят расставаться, это все прикольно, но я что-то такое, Серия, какое-то решение приняла, то уже все, меня не переубедить. Конечно, я все заберу. Ну, нет, по сути, я, ну, табличку заберу, и майки хочу, чтобы меня удастся. Потому что, ну, как бы, все равно это последний клуб, в котором я играла, поэтому отдайте майки. Я хочу поблагодарить всех тренеров, которые вкладывали в меня, Ведерникова Александра Юрьевича, Зыбина Александра Викторовича, и наших торпедовских тренеров, Аверкина Игоря Сергеевича, Наместникова Олега Юрьевича, за то, что работали со мной, терпели меня, и с ними я все равно что-то получила, и за это им большое спасибо всем. Я очень рада, что работала с вами, и это была очень, ну, часть моей жизни все-таки. Также хочу спасибо сказать девчонкам из команды. На самом деле, очень классные девчонки, и я ухожу с частью, потому что никто из них меня так и не догнал на льду. Я ухожу с тем, что я являюсь самым быстрым игроком торпеды, и это круто. Блин, но все равно, теперь самые быстрые будут лидировать в этой гонке, но уже не я. Также хочу сказать большое, огромное спасибо нашим лютым болельщикам. Вы нам давали просто бешеную энергию, мы старались для вас, и спасибо, что приходили и поддерживали нас. Также приходите на торпеды, на женское, болейте. Мы всегда это ценим и будем ценить. Могу сказать, что я не прощаюсь. Увидимся с вами, но уже на трибунах.